ВС-424. Данный пылесос у нас имеет номинальную мощность 1600 ватт, шнур длиной 4 метра. Телескопическую трубу выполненную полностью из металла, на которой имеется механическая кнопка, позволяющая регулировать определенную длину трубы. Моющий HEPA фильтр и пылесборник объемом 2 литра. Данный пылесос у нас имеет прорезиненные колеса, которые не позволят царапать поверхность в тот же самый паркет. Очень легко разбирается и чистится. Занимает, как вы могли заметить, не так уж и много места. Разбирается и чистится он у нас просто. Достаточно нажав кнопку, мы отсоединяем пылесборник. Снизу у нас имеется кнопка, которая при нажатии открывает внутреннюю часть камеры пылесборника. Вы высыпаете и закрываете. Все, по сути, мы его почистили. Но при этом после определенного количества уборок у себя дома, его рекомендуется чистить и внутри. И подлезть нужно будет к фильтру и почистить фильтр. Но тут все намного проще, чем вы думаете. Достаточно повернуть, держась за среднюю часть крышку. Мы попадаем уже в внутреннюю часть. Почистить нужно будет вот эту вот часть. Ее можно помыть, установив ее потом обратно. Здесь везде есть стопоры, которые нарисованы. Вы сможете ориентироваться, как все правильно устанавливать. А чтобы попасть в сам фильтр, мы открываем верхнюю часть. Здесь у нас расположился фильтр, который мы снимаем, также моем, также чистим. И легко обратно устанавливаем. И закрываем. На верхней части у нас расположился классический кнопок включения-выключения. Кнопка, позволяющая засосать шнур питания обратно в корпус. На задней части у нас расположился фильтр, который у нас открывается, достается. Его тоже нужно чистить, можно мыть. В комплекте с пылесосом у нас идет телескопическая труба, выполнена из металла, которую я вам показывал уже. Шланг, соответственно, основная щетка. И пара дополнительная. Имеется вот такая вот узкая и вот такая вот тоже щетка. Продолжение следует... Продолжение следует...